Всем привет, друзья! У нас шестые герои. Третий эпизод по сценарию. Оркам здесь не место. У нас новая неделя. Выполнили мы задание «Неожиданный освободитель» и открылся проход на юг. Так, на конец недели прошлой мы встали перед конюшнями, чтобы получить бонус перемещения на всю неделю. Новая неделя. Можем подвезти дополнительно армию. И хочу посмотреть, какие артефакты у нас есть на этой неделе. Защита от света при игре против альянса света. Неплохой артефакт. Тьмы не нужна. Атака, в принципе, интересна. Добыча руды не особо полезна. Сапоги путника есть у нас. Подсказали мне в комментариях, что если есть улучшенный рынок, появляются ежедневные предложения, которые могут быть выгодны. Предлагают за 20 кристаллов получить 20 руды. Не очень интересно, мне кажется. Смотрим в другой руде рынок. Тут предлагаются 20 кристаллов, 20 дерева. Тоже нас не устраивает. Смотрим, что здесь за артефакты. Доспех из чешуи дракона. 5 физической защиты, магической. Отличный артефакт. Сапожки 4 перемещения, 2 фортуны, 8 к физической силе и защита от огня. Вот это, в принципе, артефакт неплох. Но мы сейчас с Андором пойдем в верхнюю зону. И уйдем от города. С Андор имеет большой бонус к перемещению. Помощники его не догонят. Мы просто не сможем передать ему артефакты. Поэтому мы будем по максимуму выкупать армию. А артефакт купим в конце недели. Смотрим, что нам по деньгам надо. 8 400, 4000, 12000. Я смотрю основные ударные стэки свои. Думаю, что придется продать ресурсы за золото. И мы это сделаем по максимуму. Единственное, кристаллы оставим. Выручили 2000. Сноходцы не очень большой отряд. От них пока польза только в замедлении. Давайте тогда других существ по максимуму выкупим. Хочу посмотреть, напрямую достает наш помощник до Сандора. Нет, не достает. Не хотелось заниматься перекидыванием двойной армии. Но придется. И артефакт надо собрать. Сандора есть одно нераспределенное навыков. Я хочу взять вперед, чтобы иметь возможность на первом ходу доставать до стрелков. Сейчас у нас уже стала большая армия. Некоторые навыки стали бесполезны. В частности, восстановление уже при такой армии смотрится не очень эффективным. В данном случае осушение было бы, наверное, поинтереснее. Если урки у нас более 1000 урона, имеют 250 хила, думаю, что можно было одним отрядом выигрывать бои. Аксандор посещает конюшню. 43 единицы у него перемещение сейчас. Хочу сравнить с очками движения других героев. 32 на десятку. Плюс мы за счет дома воинств будем по 3 единицы дополнительно получать после каждой битвы. Сейчас по артефактам решим. Слот здесь занимает у нас арбалет. Давайте мы поменяем на щит. И у нас сапожки есть, которые дают дальности перемещения... А, к здоровью. К здоровью единицы. Ну, одна единица. Наверное, имеет смысл только для сложных боев перекидывать. В других случаях не будет иметь. Сандор и его войско выходят в открытое поле перед гарнизоном волка. В котором пленен на Ирина. Солдаты волка застегнуты врасплох. Они не ожидали увидеть орков в самом сердце своего герцогства. Половина стражей разбегаются при виде небольшой орды. Другая остается на своих позициях. Появляется воин в более благородном облачении и несколькими резкими выкриками наводит порядок. Он недоверчиво ждет перед входом форта. Здесь много рыцарей. Крал, у тебя есть план? Орочий план. Хватаем оружие, кричим и нападаем. Вот как. А если не сработает? Умиреть с честью! Хороший план, Шанги! Орки довольны и так, и так! Непонятно, какой у них план. А, два стрелковых отряда. Улучшенные и не улучшенные. Угроза незначительная. Думаю, не будем расстановку менять. Будет мешать, пробежать, если нужно будет. Поставим так, чтобы сквозным выстрелом не пробили им несколько меня отрядов. Приказ вперед сразу вынесем. Раз, два, три не достанет сразу. Но если мы получим урон за счет навыка расового существа получит плюс два скорости, и мы достанем точно. Думаю, проблем здесь не будет никаких. Ну вот, цеперерки достают. Приказmented. Приказ cả. отарьи остаться кастуем белку чтобы очки крови набирались получаем плюс 3 перемещения много дружественных громил 30 отправляем помощника за собой сразу кристальчики нам помогут жила дракона обману нас полная адовы врата небольшая армия демонов стережет врата вшиву нет сомнений что они охраняют награбленное добро награда 10 кристаллов надо лезть кристалла нам нужны сохранимся два стрелковых отряда попробуем здесь без потерь так собаки не достают давайте ловим кентавров можно капкан поставить урон кстати больше будет да получают урон кентавры причем не выбито даже доп прирост наше большую разброс удачи прямом смысле удача следующий ход 1 2 ускоряем забираем этот замедлен не достанет до нас какая унициатива 35 45 встану напротив церберов можно не трогать забираем церберов да корков ускоряем ставим так чтобы безумные не достали кстати не посмотрели про родительница что за существа поглощение манны нанося урон по родительнице крадут 4 процента текущей манны героя противника передают ее вашему герою огнеупорная кожа уязвимость к свету живое существо да забираем разобрались получили денег получили кристаллов скелет трогать не будем оставим это помощнику нашему тут еще кристаллы и золото у нас появилось можно что-то построить наверное нет без дерева и руды ничего мы не поставим видим шахту с кристаллами тоже думаю надо ее брать здесь новый ход у нас хочу одну вещь проверить смущает меня что дом воинств одно описание здесь а в городе оно другое насколько я помню оно тоже дает прирост хода гостящий герой получает такая формулировка непонятно сейчас мы проверим это строим то есть мы получали плюс 3 дополнительное перемещение после битвы за строение которое внешне после боя после боя мы посмотрим сколько будет очков перемещения у нас после этого боя поделились на три отряда удача два раза будет бить теряем существо существо двойку мы оставим остальные я думаю что мы заберем двадцать пять тридцать даже если мы дадим плюс пять инициативы нам не хватит мы поставим здесь за защитой новый ход у нас а мы можем так вот инициативу увеличить забираем этот отряд и оставляем пока другое нам нужно отхилить гарпи наших атакуют они громил но полностью захилились можно добирать и сейчас смотрим внимательно количество дополнительных очков перемещения плюс 6 да работает дом воинств внутри города так же как и на карте достаёт 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 тогда очки движения свои не тратим доверяем это дополнительному герою что там за артефакт арбалет меткого стрелка у нас такой есть нам особо не нужен единственное что мы можем разогнаться разогнаться дополнительно 6 единиц перемещения получить 4 а не духи пока не походят маленький урон капкан хитрован хитрован 2 хилится нам нужно чтоб еще один был отхил для этого нам нужно уничтожить один отряд один отряд ускоряем что какой-то пожирнее оставить оставим элементарий надо 26 единиц отхилить не хватает хорошо плюс 6 перемещение золотая шахта зона красная какой-то форт все равно цепляем всех разгоняемся бегство бегство всем преследуем получим дополнительной кровь три отряда ослепляющий свет отражение боли родство со светом дух так придется выйти пускай они что-то делают с тоже не подписчик помо не под упал В принципе, даже замедление неплохо работает. То есть можно сделать так, чтобы противник нас не достану. Укачаем кровь. Новое существо для нас, всадники солнца. Разбег всадники солнца наносит на 10% урона больше за каждую пройденную перед ударом клетку. Живое существо. Классическая обилка получается. Оставим 11, пускай он нас чуть ранит. Получим мы за баф. Товарищи. Хорошо. Пока не будем есть. Удар-возврат. Я думаю, нам урона хватит. Ожидаем пока. Уменьшаем количество ссадников. Потому что был разброс. При неудачном стечении можно было... И не уничтожить. Плюс один к физической силе. Забираем. Сандали путешественника. Сандали путешественника. Ну и что у нас лучше. Сандали путника. Да, сандали путешественника. Они дают плюс 2 к перемещению. Бегства. Нет никаких бегств. Только... Пролитая кровь. Сразу урон бафаем. Тут даже не надо. Хил мне. Подождем пока. Подлетим, чтобы можно было стражей. Так же атаковать. 108. Не хватает нам урона. Плюс один к магической силе. Преследовать. Автобои карпии теряются. Видимо, получают сквозной выстрел. Сместим чуть-чуть. Где-то существа не улучшены. Всего два существа забирают. До встречи. Ура! Продолжение следует. Похоже. Какой-то пойти. Время-режисс. Какая-режисс. Время-режисс. Те смело не стали бежать Пока не будем замедлять, пускай проходит Ну, тут уже 104 нужно забирать Магическая защита Магическая сила Магическая сила Магическая защита Почему максимум по мане у меня остался 60, а он должен быть 90 Сумма базовых значений Магической силы и магической защиты Но все равно под контролем Бесполезно Захват был мною Тьма Тьма, это хорошо, это много опыта Библиотека тайн По выбору игрока добавляется от 1 до 3 единиц магической силы или магической защиты В зависимости от уровня героя До 10 Плюс 11 11 по 22 У нас сейчас уровень Текущий 7 И больше 1 единица мы вряд ли получим Осталось 2 единицы Мы можем их зацепить И нам еще хватит сюда Дойдем Одним отрядом Это интересно Давайте усилим Кентавров Я думаю, что Будет побольше Чем 2 раунда Нужно сначала максимально Ослабить противника Кидаем пока Белки Крови Опять Пострадали Единиц Можно тогда, наверное Снять ответку Замедляем И смотрим Докуда достает Противник Давайте Безответную атаку 2 хила Это он После Срабатывания Боевого духа Нанес 7 единиц урона Так Он нанесет Гораздо больше Сколько у нас Тут Кентавров Плюс 10 Можно даже Оставить их Под удар Отхилилась Я Я Растем Второй уровень Пока Ну вот Уже Первый Вернее Был Сейчас Второй Пускай Бьет Кентавров Теперь Мы можем 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 Они добрать С удачей Такого Вопроса Не возникает Новый Уровень Получаем И Еще 6 Единиц Читаем Приказ Полководца Осушение Можно Взять Героизм Потенциально Полезен Выносливость Ответные Удары Нам не нужно Пока что Не собираемся Получать Получать Давайте Засаду Возьмем Я Всегда Хотел Взять Эту Обилку Новое Существо Крестоносца Света Дополнительно Нет Нет У них Уже Три Умения Причем Два 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 Новых Солнечный Скакун Крестоносца Солнца Их Скакуны Превращается Свет Свет На Один Ход Что позволяет Им проходить Сквозь Другие Отряды И Препятствия И делает Их Невосприимчивы Клиянием Уменьшающих Дальность Передвижения Использование Использование Этого Умения Не считается За действием Атакуя Не получают Ответ На удары И наносят Урон Наносимый Урон Увеличивается На 10% Да Более Крутые Навыки Замедлили Навык Одного Не используем Оставим Про запас Почти Убиваем Но Разброс Такой Что Только При максимальном Уроне Мы Можем Их Уничтожить Житаем Пока Бездействуем 50 30 6 Существ Неплохо Максимальный Урон Доставим До кентавров Но Не страшно И Белочку Магическую Давайте Силу Кровь Опять же 192 Единицы Крови Получили Длинный У нас Получился День Можем Поставить Здесь Рынок Дополнительный Что Это Нам Даст Возможность Покупать Артефакты И Спецпредложения Но Это Не так Важно Можно Кстати Было Сразу Поставить Второй Дом Воинств И Получать Дополнительно Две Единицы Перемещения Неплохая Альтернативная Постройка Для Этой Карты Были У нас Проблемы При Взятии Городов Когда Мы Стояли Несколько Ходов Не могли Пробить Ворота Здесь Получается Бонус Для Нанесения Урона По Городским Стенам Да Больше По стенам Но я думаю Так же По воротам Наверно Мы Все таки Построим Еще Дом Воинств Один У нас Три Города А в третьем Уже Поставим Урон По стенам Помощникам Можем Тоже Потратить Навыки Пускай Так Будет И Разведка Станет Город Нужно Так же Строить Портал Чтобы Бить Возможность Вернуться В город Нам нужен Обычный И улучшенный При этом Мы Практически Зачистили Зону Следующего Хода Я думаю Нам будет Достаточно И Было бы Неплохо Иметь Улучшенный Портал Для Возврата И Ожидаемо Будет Открываться Эти Ворота Поэтому Нужно Нам Портал Строить В первую Очередь В следующем В нижнем Городе Да Единственный Проход Вот этот Остался Непробитый Как раз Если мы сейчас Построим Первый Уровень В следующей Ходу Мы сможем Построить Второй Уровень Для Этого Нам Необходимо Еще Две Единицы Дерева Строим Базовый Портал Завершаем Ход Завершаем Ход Посмотрим Сейчас Захватим Или мы Контроль Над этой Зоной Если Да То Шахта Перейдет В наше Управление Если Нет Мы Просто Героя Посадим На нее Он Будет Получать С нее Доход 70 Как То Странно Пересчет У нас Идет Манна Тут У нас Уже Марк Идет Мелочь Вообще Продолжение Лектуны сейчас пойдут урон с неба делать. На кентавров. На кентавров. Так, что у нас тут? Качаем кровь. Святое семя. Плюс одна единица дерева в день. Сандор в спокойствии подходит к форту. Его сопровождают Краал и Гоинг. Он узнает марка племянника герцога Герхарда и наследника трона. Сандор решил попытаться договориться, прежде чем начнется кровопролитие. Ты кто такой? Что ты здесь делаешь? И зачем с тобой так много рабов? Гоинг голодная! Гоинг любит Каниму! Как ты мог заметить, эти орки вооружены. Меня зовут Сандор. У меня есть сестра Ирина. Она дорога мне. Что? Та дрянь, которая хотела кастрировать дядю? В следующей жизни старайся более тщательно выбирать слова. Новая цель освободить Ирина. Активная цель победить марка. Четыре отряда. Так, Марк. Герой силы. Это хорошо. Пятый уровень всего лишь. Полчаса, 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 полчаса. Полчаса. В принципе, неплохо. Наверное, имеет смысл сделать два отряда гоблинов. Капканами мы будем более эффективно тормозить полчища этих существ. Прежде чем мы сможем стрелков разбить. Да, попробуем так. Сохраняемся. Сто... Ну, не очень большие. Камень здесь может помешать. Поставим, чтобы по прямой пройти. Подкрепно кентавров. Будем рубить имперских лучников. Висталки их будут хилить. Задерживаем основной стык, пока этим гоблинам урона нанесем. Здесь можно уменьшим количество стрелков. Подставил под одну линию два отряда. Куда полетели грифоны? На кентавров. Ну, нормально. Я думаю, что наш подкреп похилит нормально. Вернее, позволит выдержать удар этот. Ставим пока шесть. Небо-земля раздал ее на все. Не получится у меня замедлить. Главное, не попасть под удар. Хотел врезаться, но наверное, придется немножко отойти. Стрелков мы убираем. Пока не подставляюсь. Забираем. Забираем. Нет у нас ярости пока. Под защитой. И наши орки ходят после грифона. 30. Кровавая ярость. Баф. И мы ходим раньше. Плюс максимальный урон. Достаем, правда, только по грифонам. Может, он будет частично гвардейцами снят. Ну, с другой стороны. Снятие урона, может быть, как раз и будет причиной его получения. Три штучки. Забрали единичку у меня. Никак не могу я ее восстановить. Или могу? Нет, не могу. Три. Тут все нормально. Три. Пошел опять на кентавров. Теряем единичку. Так и отхилимся сейчас. Три. Три. Тридцать. Можно теперь сыграть этот бой. Просто быть повнимательнее. Так, куда его кинуть? Замедление пока что. Тут стоять этот. Наткнется. Не будем просто тратить пока. Три. 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 Минус 1 Ожидаем. Добираем стрелков, чтобы они не хилили больше Кентавров 30 А ну все схилы свои потратили Кровавая ярость 2 Забираем мы любой отряд Ожидаем. Уходим. Ждем. Так, эти мы отряды забираем. 2 Замедляем исталок Им же можно раздать Полностью не убиваем Надо все равно добить В следующем ходу мы не сможем ускорить Громил Кентавры пойдут первым Если убьют этот ряд 26 Будет неплохой удар А так 3 штуки Даже ответят. Потеряем мы Одного В следующей атаке Мы полностью восстановим здоровье Так Новый ход у нас Этот замедлен Забираем грифона Так Сталки замедлены Нужно Нужно Их отстреливать Ну и все в принципе Все у нас живы здоровы Все у нас живы здоровы Сталки Он намерен драться Один на один Со своим последним Соперником Марком Меньше чем за 50 ударов Сердцем Сандор Обезоруживает Марка И в качестве награды Требует Фамильный Меч Волков Марк поставлен Перед выбором Между бегством И смертью Он не себя от ярости Но этот день Полный удивительных событий Инстинкт Самосохранения Берет верх Получаем мы еще Одно Оружие Династии Меч Волков И открывают нам проход Дальше Охотничий Домик Освободить Ирину 15 Тысяч Очков И кольцо Стремительности Еще Повышалка Магической Защиты Туда Сюда 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 Надо зайти А Можно не заходить Мы же в форт Взяли бы И получили бы контроль Над этим Строением Бэм Бэм Атаковать Должны без потерь пробивать Грифоны полетят на кентавру Грифоны полетят на кентавру Плабляем ворота Плабляем ворота Плабляем ворота Ждем Пускай сияние Сделают что-нибудь Пускай сияние 猪 Но ожидаем пускай Они выходят Они собираются, они, похоже, выходить. Наряжем висталок. Чтобы они не хилили. Качаем кровь. Сколько у нас есть запас, да, для следующей атаки с неба. Не полезем пока. Да, опять ушел взлет. Дальше бафаем, дальше качаем кровь свою. Пошел грифомую атаку. Хорошо, как раз, следующая у нас обидка активно становится. Вот, Сандор, здесь держат твою сестру. Укреплено не сильно, стражи мало. Не нужна стража. Нет дураков напасть на охотничий дом герцога посреди его земель. Герхард не смог меня укротить. Не сможешь и ты. У каждого зверя есть слабое место. Найдем и твое. Но раньше я выйду отсюда, а ты умрешь. Ты? Выйдешь? Эти решетки железные. И нет таких ненормальных, чтобы явиться сюда тебя спасать. Ты не знаешь мою семью. А? Кто? Брат. Я же сказала, что выйду отсюда. Ирина, клянусь кровью богов. Шанье, вот дурак. Ха-ха-ха, сестра хорошо знает своего брата. И ты, Крал. Если бы тебя схватили, тебе и сам Элират не помог бы. И я тоже. Я ранена. И хочу есть. Значит, лучше не попадаться, Крал. Стража мертва. Все тихо. Идем. Крал, она ранена. Она не может сражаться. Орки оставят ее позади. Ирина моя сестра. Она и ты, мои единственные друзья. Ха-ха-ха. Не вовремя Сандор начал войну, но выбрал хороших союзников. Получаем мы артефакт. Разведчики говорят, что воины стекаются отовсюду. Похоже, волк начал охоту на Сандора. Нужно добраться до порта, взять корабль. Оттуда поплывем на твои острова. Получаем контроль над зоной. Перестроить. Пока у нас нет ресурсов. Не будем это делать. Появилось новое дополнительное задание. Большой побег. Украсть корабль в порту Нильсхевен. Так, артефакт сразу встал на место. Плюс пять единиц инициативы мы получаем. Можем в этом городе поставить улучшенный портал. И сделать прыжок. Освобождаем. Так, что тут у нас? Требуется двадцать единиц перемещения. Если бы я не сделал движение сюда, я бы смог бы прыгнуть в город. Придется сделать это на следующий день. Здесь у нас есть интересный артефакт. По армии чуть-чуть не выкуплено. Восемь тысяч. Тут артефакт на двадцатку. Раз, два, три. Если мы уйдем, мы опять же можем не успеть. Здесь артефакт. Защита от света. И наручи. Сейчас еще раз вернусь, посмотрю для какого слота. Грудь, а там плащ для другого слота. Плащ. Плащ. Грудь, плащ. Да, оба эти артефакта могли бы мы одеть. Наручи свободен слот. Завершаем ход. Плащ. 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 Прячем герои. порталем с андуром и устремляемся в проход вот накупаем наручи здесь 12000 армию можно взять можно тот же артефакт сюда перекинуть за 20000 следующий ход у нас будет 24000 если мы 8 за 8 купим сноходцев у нас еще на плащ останется да докупаем арты ресурсов здесь больше не собрать можно в принципе возвращаться тринадцать тринадцать единиц перемещения не хватит для прыжка магия магия да думаю плащ с магической защиты будет для нас полезен выкупаем сноходцев и передаем артефакты и армию плащ плащ сюда наручи сюда много отрядов много отрядов артефакт артефакт поменяем дающие дополнительные хп нам подрядов давайте давайте сохранимся сначала единичка идиничка идиничка наручи идиничка идиничка по сути идиничка идиничка вредные уберем идиничка 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 наручи сталки тоже пока побережем наручи нанес 7 урон да исцелением урон ну хорошо за счет усушения я думаю мы отхилимся успешно а тут даже имперские которые не бегут вперед полностью выхилились 2 минус 2 минус целый целый минус 1 вот вперед идти и пить просто здесь полный отхил 1 1 и все остальные все у нас выхилины давайте кровавую ярость и ход до противника не доходит нужно чтобы мне гоблины нанесли урон и контрольный удар будет от громил плюс 2 отхил плюс 2 отхил единичку забираем еще один уровень 4 артефакта получаем паучий шлем минус боевой дух плюс минус удачи как раз у меня слот для головы свободен дальность маги восстановления нет карман понятно шлем сразу отделяем новый у нас уровень 9 приказ полководца или пока не тратить навыки может быть где-то придется что-то неординарное использовать раз два три шахту не берем бежим дальше посещали дальность передвижения в бою на один боевой дух на пять на одну неделю правители молотила готовы открыть ворота всем отважным искателям приключений стремящимся помочь вольным жителям города в освоении недавно открытой сети подземелий и развалин под городом и вокруг него обнаруженные сокровища достанутся тому кто их найдет а безопасные земли могут будут использованы во благо наших горожан мы рады приветствовать всех лорд хамонт так это шахта шахта направление дальнейшего движения еще один вперед идет раз два три еще три хода так зациклились мы на скупке артефактов наверно можно потратить что-то и на постройку у нас прирост по сути основного надо поставить приросты и укрепление разрушитель стен можем поставить дом воин с плюс один по следующему перемещению после битвы но наверное надо разрушительности поставить одного хотя бы не не обратил внимание что у меня и золота не хватает придется продать одну единицу там руды вот так вот хорошо так из адоп задания у нас есть захватить все города 100 крови получаем как раз поможет сделать нам другое задание выбрать класс город и повышалка а незначительно отлично мы еще и достаем его как раз герой выбежал противника из города и нам достался город с меньшими без героя самое главное так башни стреляют в кого был нанесен урон горгулий понятно ожидаем давайте весталок теперь режим это в это это и и это это били денечку я не могу я воскресить это меня очень сильно приложит пищи это я это да он 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 и он он Неприятно Не мог я ее воскресить Заново Если только Да, можно И убрать ее с поля Туда у меня все Толстые отряды Которых я Спокойно могу воскресить Разбираем стены Так, досталось Громилам Кентавра Громилам Давайте подождем Еще по остальным покидали Плюс один Отхил Плюс один Отхил Сколько у нас Сманы 140 единиц Я могу всех отхилить Подождать пока Замок разрушится Пять Два Блин Потеряю еще больше Сейчас мы Всех уберем Просто Продолжение следует... Требто Ликон Требто Замок разрушает Много Пятая Требто Требто так у нас полное здоровье подкреп почему всего 2 2 дополнительные существа мы получили еще одно у нас есть это неплохо сразу отхил бросим качаем кровь дальше забираем у нас здесь еще обсерватория полностью выстроенный город так портала нету флаг сбора идем на обзорку преследовать открываем общее восстановление на плечи пророка и ниже другая зона раз два новый ход новая неделя есть шанс что мы до конца недели успеем напасть на второй город единственно что высокая опасность давайте перестроим кристаллы мне нужны кристаллы мне нужны неплохо в принципе неплохо нужно будет подкрепление в начале следующей недели из этого города взять это будет прирост 4 городов это очень даже круто будет следующий ход следующий ход мы поставим здесь кентавров и нужно будет цитадель улучшить не знаю если смысл лезть сюда либо подождать новой недели чтобы получить прирост здесь все у нас есть давайте сохранимся попробуем пройти дальше попробуем пройти дальше а тут прям уже и гавань вот оно нефритовое море сандор видит нефритовое море крал видит крепость корабли и пушки а уж потом нефритовое море мы прошли через вражеское герцогство собрали армию да это будет проще чем поймать кролика не видно пока что за армия уже почти полностью открыл не показывает нам мы можем сделать цепь для этого нам необходимо купить героя пробежать его суда и следующий день перед этим через него армию нужно потратить будет 15000 купится ли это то есть мы фактически на 13000 армии перекинем почему нет так где наша логистика логистика да достает почти достает хотел перестроить цитадель что там нам надо да хорошо получаем прирост кентавров так это нам даст просто больше дохода не будем тратиться здесь я хотел построить кентавров видимо придется делать это на следующий ход завершаем прирост прирост существа увеличился на 25 процентов нужно ставить кентавров чтобы иметь возможность нанять весь прирост их из других городов из других городов здесь тысяч продаем все ресурсы четыре тысячи давайте карпи возьмем по цепочке выстроены передаем четыре тысячи и в в в в в в Продолжение следует... Но уже стало незначительно... Лорд Харт. Герой силы, это неплохо. В замке... Опять будем стены ломать. Так, вот мы выделим. В принципе, незначительно... Атакуем. Пробуем сыграть более рационально. Так, на отстрел не будем обращать внимания. У меня лучников достаточно много, это неприятно. Первый стрелок, потом хил. Даже подожду. Навистал окно, ради бога. Ожидают. Даже есть вариант подставиться под грифонов. Попробуем подставиться. Двадцать девять, отхилились. Двадцать шесть минус. Тринадцать двадцать шесть. Нет, не лезем мы. Минус. Минус. Да. Восьмерка, потом громила. Тридцать шестерка. Соскорять нет смысла. Просто... Максимальная атака. Восьмерку порезали. Вот это неприятный будет выстрел. Ломаем с ворота. Справится громила. Я думаю, что справится. Четыре. Ну, почти. Неплохо, в принципе. Неплохо, в принципе. Четыре. Серьезно, кентавры пострадали. Пока ожидаем. Снимаем кентавров. Снимаем грифонов. Пятнадцать хило. Пятнадцать хило. Одиннадцать. Пятнадцать. Один от хило. Пятнадцать. Еще один. Тринадцать. Много бы потеряли. Двенадцать. Ноль. 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 Три. Три. В принципе, два вот этих отряда кентавров, конечно, сильно покоцали. ХЛОСАННОМОН. СТРИТУЮТНОМОНСКИ ПОДПИСНОМОНСКИ МОНСКИ ВОКЁТНОМОНСКИ ВОКЁТНОМСКИ А. Три. единичку 11 можно чуть подзатянуть чтобы еще кентавров немножко похитать но нет получается получаем 3 артефакта выполнили задание буйства по захвату всех городов 2 силы плюс 100 репетации и можем доп задания по выбору класса выполнить и Буйство крови. Ярость целевого дружеского отряда непокорных племен увеличивается на 2 уровня и длится на 2 хода дольше. Ну и все, идем садимся на корабль. Продолжение следует... Капканы для гвардейцев. Минус 1, но нормально. Не критично. Так, не получим мы сквозную через 2. Теперь пора замедлять. Пятерочка, да, у нас потеряно. Пятерочка, да, у нас потеряно. Они, в принципе, сами выхилились. Висталки еще раз смогут полечить. Два... Под висталок мы не будем подставляться. Если я убиваю, то я подставляюсь. Хочется забрать этих лучников, чтобы они не мешали нам. Сколько еще ходов атака? Пять ходов... Или оставить этих? Наверное, просто повейтимся. Пусть они ударят меня в большой отряд. Да, вроде полностью выхилились. Так, инициатива стала самой маленькой. Подлетаем. Проверяем, все ли у нас целые. Подставился. Подставился. Эдинички. надо было замедлить вот эти сейчас быстро отыграем без потерь новый ход, новый ход один отряд забрали наставим ярость для следующего ходу теперь запускаем по полной окно дождать 9-9 выхилились этот достаточно большой Сандор умеет ходить под парусом? шутишь? плаваю то с трудом крал островной орк будет в порядке плавать как верхом ездить потому что один раз научишься уже не забудешь? нет потому что будешь много падать новая цель отплыть на юг к нефритовому морю куда? не знаю на Хасиму? говорят наги дают убежище тем кто в беде там мы сможем оставить мою сестру никаких нагов на борту не волнуйся потом мы пойдем на острова найдем твой народ и освободим наши войска сандор прости что тебя в это втянуло ирина ты была жертвой клянусь горящими глазами элирата за что же тут извиняться? и потом ты меня знаешь я был рад что появился повод я его ненавидел с тех пор как он они не важно да шанье я тоже эй куньяк ты посмотри пока свободы нет господин они бежали из Нильсхевена мы идем за ними по пятам и милостью элирата настигнем их в море или на первом же причале отлично убейте всех а мне верните жену рано или поздно я научу ее послушанию у меня полно времени закрыли мы знания отплыть получили опыт и достигли десятого уровня завершили мы карту достаточно успешно спасибо всем за внимание оставляйте свои комментарии если понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал следите за новыми видео всем спасибо всем пока пока